Александр Лукашенко призвал белорусов, россиян и украинцев покупать за гроши дома и землю в неперспективных белорусских селах. О том, стоит ли это дело, сейчас поговорим. Непризнанный большинством развитых стран президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прилетел с саммита Шанхайской организации сотрудничества на свою малую родину, в Могилевскую область. Там он расчувствовался и призвал белорусов, россиян и украинцев покупать за копейки дома и землю в умирающих белорусских деревнях. Еще раз хочу вам, уважаемые белорусы и самые близкие наши друзья с Украины и России, подумайте над моим предложением о покупке за гроши, за копейки, небольших участков в неперспективных так называемых селах. Белорусских горожан, которых Лукашенко соблазняет 40-50 сотками земли, они обычно прилагаются к деревенскому дому, в отличие от 6 соток в дачных поселках, пока оставим в стороне. Россиянам же предлагается, цитирую, тихий, спокойный уголок, где, еще одна цитата, дети смогут ходить босиком по земле. Ну и, понятное дело, 40-50 соток земли, по которой предполагается ходить босиком. По сути, речь о дальней даче, куда на выходные ездить слишком долго и дорого, но можно вывезти детей на лето. В теории, почему бы и нет, если действительно за гроши. Но на практике все далеко не так просто. Во-первых, через интернет найти что-то за гроши в белорусской глуши практически невозможно. Жители умирающих деревень далеко не всегда склонны выставлять свою недвижимость на специализированных порталах, в том числе и потому, что на этих порталах и сайтах объявление платное. Так что искать придется на месте. Проехав через соседствующие из Белоруссии Смоленскую или Псковскую области. Где километров за 200-300 от Москвы или Петербурга. В чем-в чем, а в умирающих деревнях и селах недостатка нет. Достаточно съехать с Минского шоссе или Новой Риги, углубиться на 30-40 километров и выбирай не хочу. Леса, озера, речки, некошенные луга, непаханные поля, все в комплекте. Так что единственное, чем Лукашенко и мог бы привлечь россиян, это возможностью недорого приобрести собственность за пределами России, где продолжается война и нарастают политические репрессии. Беда в том, что с точки зрения режима репрессий, международных санкций и всего остального, Минск от Москвы отличается мало. А если рассуждать о перспективах, то Лукашенко на два года моложе Путина и со здоровьем у него вроде бы как все в порядке. Так что вероятность смены режима в Беларуси примерно такая же, как в России. Впрочем, шанс на то, что белорусы свергнут своего бессменного раньше россиян, все-таки есть. И в это можно вложить немного денег, особенно если они лишние. И у меня на этом на сегодня все. С вами был Максим Блант. До встречи!